Путешественники Тверской области 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 Церковь использовалась как клуб и склад. И сейчас в ней можно найти личные вещи, письма, документы живших здесь пациентов. Благовещенская церковь построена в достаточно редком стиле, который был характерен для района среднего течения Онеги. Ее завершает бочковидная кровля, которая была распространена при строительстве теремов в Древней Руси. Когда-то похожие по архитектуре церкви и часовни были распространены в этом районе, но до нашего времени сохранился только храм в пустыньке. Появившийся в прошлом веке дом инвалидов постепенно разрастался. Строились новые корпуса, больничные палаты, столовая, дома для медицинских работников. Численность населения достигала 170 человек. В 1958 году село электрифицировали, запустили свою электростанцию. Спустя 4 года в пустыньке появилось котельное и центральное отопление. Работало пожарное депо, радиоузел, почта. Функционировало подсобное хозяйство, на котором выращивали овощи и картофель. Занимались мясным и молочным животноводством. Имелся собственный автопарк, состоявший из нескольких грузовых машин, автомастерские. Правда, пустынька никогда не была связана с внешним миром круглогодичной дорогой. На колесах сюда можно было добраться только по зимнику. В теплое время года все транспортное сообщение осуществлялось по воде. Наверное, такая обособленность шла только на пользу пациентам психоневрологического интерната, который был здесь, по сути, градообразующим предприятием. В самом центре села располагался магазин, когда-то одно из самых посещаемых мест пустыньки. На его прилавках, скорее всего, соседствовали разные товары, продукты, одежда, книги и тетради. По разбросанным на полу ценникам видно, что стоимость товара проставлена в них еще в додинаминационных рублях. До 1998 года в ходу были тысячи и миллионы. В середине 90-х интернат, практически единственное место работы, было решено закрыть. Пустынька в очередной раз стала приходить в запустение. Гуляя по улицам, мы встретили деда Степана. Он оказался единственным постоянным местным жителем. Дед Степан родился и всю жизнь прожил в пустыньке и не захотел уезжать, несмотря на то, что в Северо-Онежске у него есть квартира. Живет здесь круглый год. В магазин ездит зимой на снегоходе, летом на моторной лодке. Довольно часто в гости заглядывает сын. Дед Степан предложил открыть нам баню, попариться после дороги. Рассказал о жизни в пустыньке в прежние времена. Тогда село считалось достаточно богатым и продвинутым. На работу в интернат по распределению приезжало много молодежи. Кто-то оставался. После закрытия больницы практически все, что имело ценность, вывезли по зимнику и сдали на металлолом. Сейчас, в теплое время года, несколько раз в месяц по Онеге сплавляются туристы. И, так же, как и мы, останавливаются здесь. Приезжают и паломники, специально, чтобы посетить церковь. Привозят иконы, проводят мелкий ремонт. По слухам, земли в пустыньке приобрел какой-то предприниматель, который планирует обустроить здесь базу отдыха. Но подробности дед Степан не знал. Мы стали подготавливаться к растопке бани. Проверили дымоход, наносили воды, накололи дров. Банный день оказался для нас приятной неожиданностью. Да еще и в таком экзотическом месте. С заходом солнца на улице резко похолодало. Неудивительно, все же мы на севере. Проверили дымоход, наносили воды. Переночевать мы решили здесь же, в бане. Действительно, зачем ставить холодную палатку, если в распоряжении есть теплое помещение. Повезло, что вчера познакомились с дедом Степаном. Мы вновь прошлись по улицам пустынки и стали собираться в путь. Как и все прошлые дни, погода стояла солнечная и безоблачная. Воды Онеги, шумя на перекатах, неслись в сторону Белого моря. Почувствовав тепло, проснулись лягушки и стали возвращаться к активной жизни. Мы продолжили сплавляться по реке. За пустынькой начинаются Бирючевские пороги протяженностью 5 километров, считающиеся самыми большими на Онеге. Разность уровней воды на этом участке превышает 8,5 метров. Течение разгоняется до 14 километров в час. Обрывистые берега достигают высоты в 30 метров. После порогов река вновь становится спокойной. Берега равнинными. В следующем выпуске путешественники завершат путешествие по Архангельской области и вспомнят, как годом ранее посетили села Петровское и остров, затерявшиеся в Тверских озерах и болотах всего в двух сотнях километрах от Москвы.